МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня по всей краине проходят бесплатные консультации адвокатов на тему реализации декрета номер 3. Громадяне могут задать специалистам, хвалючая их пытанни. Наши корреспонденты наведали некольки юридичных контор. Юридичная контора советского района Гомеля свои дверы отчинила 8 годин ранецы. А я шепроз 15 хвилин, сюда пришел первый наведывальник. В 2015-м женщина не отпрацовала, предуглеженный декретом, обовязковые 183 дни. Алинатоем были важкие причины. Адвокат не просто провел консультацию, а лейда помог скласти заяву, устворенную при выконавчем комитете рабочую группу. Писали в Гомельский райисполком в связи с тем, что трудное было положение у ней, так как с мая по сентябрь она не работала, имелся земельный участок. И где-то с конца сентября по ноябрь работала в колхозе по договору, но потом была уволена в связи опять с сокращением. Поэтому и обращается, так как не уклонялась, работала. У юридичных конторах отзначают, вельми значной колькости наведвальников, яким необходна консультация по оплате сбору на финансование державных расходов, не было. Неуапошнюю шаргух это следство работы, проводимое податковыми органами и выконавчими комитетами. Сгодно за пошними даденами, в нашем регионе яны вызвалили от оплаты сбору больше 21 600 человек. Бадай наибольш проблемная группа – ромадяне, які протяглый час знаходзелися за межами Беларуси. У принципе, яны могут представить любой документ, який свечить об их проживании типа расуладкования. Инша из права, что не усе беларусы заключали прационные договоры. В любом случае, даже если они работают неофициально, так или иначе, их наниматель делает какие-то регистрации их невременные. Можно просить эти временные регистрации, можно просить договора подряда от нанимателя российского. Ну и представлять, соответственно, какие-то документы. К сожалению, если документов соответствующих представлено не было, то такому гражданину могут отказать в аннулировании извещения об уплате этого взноса. Организация бесплатного приема адвокатами – это еще одна махчимость разобраться с каждым випадком индивидуально и оказать адресную допомогу. Отзвучайные консультации, где допомоги у подрыхтуются заяв для взвороту у податковые органы, цивы канавчие комитеты. У Гомельской областной коллегии адвокатов кажут, что мают намер займаться питаниями реализации декрета номер 3 и далей. Пришим для некоторых категорий граждан, это допомога может быть бесплатной и в наступные дни. Акция преследует целью не только проведения ее как таковой, но и работу с гражданами в этом направлении, то есть выяснить те вопросы, которые являются наиболее востребованными, подготовить с нашей стороны адвокатов, которые глобально изучат вопрос и окажут юридическую помощь в строгом соответствии с законом. Будем работать с каждым гражданином индивидуально в зависимости от его состояния здоровья, материального положения. То есть все эти факты мы тоже будем принимать во внимание. Амаль 1600 зворотов поступила на разгляду рабочую группу гомельского Гарвы-Канкама, задоволенно уличываючи тяжкую житевую ситуацию грамадян практически 1100. Во-первых, у Чаргу по причине проблем со здоровьем, якие не дозволяют працевать. Так само вызволяют тех, кто доглядая за хворыми родными. Все роды объективных причин и платное навучание. Многие из тех, кто не был размиркованы после учебы, не поспели в 2015 году самостоянно працевладковаться. До речи, рабочая группа не отмывляет и в повторном звороте. Все повторные заявления, как правило, они касаются, что были отказаны до начала работы рабочей группы, то есть до февраля 2017 года. Поэтому мы пересматриваем и освобождаем, если видим трудную жизненную ситуацию. Тем часом термин работы службы «Адно окно» Гомельска Харвы-Канкама по декрету номер 3 подолжены. Заявы и документы для отримания вызволения от выплаты сбору на финансование державы датков будут примать до конца соковика. Отповедная информация размещана на сайте Харвы-Канкама. Служба «Адно окно» працуя с понеделка по пятницу с 8 до 21. В субботу и в неделю с 9 до 16. Номер телефона 75-64-85. Каля 370 субсиды селета планують выделить у Гомельской области беспрацовным на открытие бизнесу. У студени финансовую поддержку уже отримали 35 человек. Популярностью у потенциальных бизнесменов корыстаются такие виды деятельности, як отделочные работы, грузы и пассажиры перевозки, ремонт бытовой техники и компьютеров. Азначим, у минулым годзе грошовую допамогу на открытие своей справы так само отримали 370 беспрацовных. До інших тем. Сегодня означается Международный день боротьбы с наркоманией и наркобизнесом. Гэта по ранейшему одна с серьезных проблем сучасных агроматства, якая супроводжается великой колькостью злочинствов. Основными направками деятельности управления по наркоконтролю и супрадзенне гандлю людьми з'является перекрытие каналов поставки на территорию нашего региона наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само установление и притягнение до криминальной отказности особ, яке займаются продоставлением помешканью для уживания забороненных препаратов. Я ще один накерунок спиненне незаконной деятельности по распаусюдживанию наркотиков празинтернет. Правооховники ведут постоянный мониторинг глобальной сетки. По выниках минулого года супрационниками подразделения по наркоконтролю спынена деятельность 15 таких интернет-крам. Удалось оперокрыть три каналы поставки на территорию региона наркотичных сродков. Громадяне, задеяниченные у гэтых злочинствах, протягнуты до криминальной отказности. До того ж на Гомельщине проводится масштабная профилактичная работа. Около двух лет назад президентом Республики Беларусь был подписан декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков среди молодежи. Согласно данного декрета, органу внутренних дел отводится координирующая роль всех субъектов профилактики. В настоящее время совместно с субъектами профилактики, согласно утвержденного областного плана, намечено ряд как профилактических мероприятий, так и мероприятий практического характера с целью стабилизации ситуации в данном направлении. У Гомеля вызначили переможца у заключного этапа Республиканского конкурса доследших работ по замежных мовах. У пылной секции английской, немецкой, французской, испанской и китайской могли удельничать по три представники от кожной в области. Усягу доследшие работы на замежных мовах представили коля 80 школьников. Самой популярной была секция английской мовы. Ее выбрали больше, как 20 удельников. Самой же нешматликой стала китайская секция. С работой образовицы китайской скрипичной школы диплом первой ступени завоевала Навученко Гродзинской городской гимназии. Мой папа из Китая, и мы там проживали какое-то количество времени, и мне пришлось его выучить. Но мне кажется, что он не только сложный, но теперь он очень нужный. На рахунку школьников нашего региона два призовые месяцы. Усе удельники отрымали дипломы, специализованную в учебную литературу и памятные сувениры от представников посольства у Венесуэлы и Франции. У Гомельской областной библиотецы открылась экспозиция под названием «Три арт». Это совместный творчий проект супрацовников библиотеки. Экспозиция фоторабот Марины Васильевой дополнена вершами, специально створенными дождымков. Это мужчинская и женочая интерпретация фотографических сюжетов. Авторы поэтышных родков Юрий Максименко и Марина Башурова. На здымках природные и городские пейзажи, дробные детали повседенного життя. Можно сказать, что фотографии – это мои личные стихи, стихи моей души. Если я иду по городу и вижу что-то красивое, я пытаюсь это поймать и делиться с людьми. Сегодня вечером на телеканале «Беларусь-4» ведущая и гости программы «Добрый вечер Гомель» означает сусветный день иммунитету. Як змагаться с весновым авитаминозом? Учим минусы ранешние зарадки? И чем небеспечный хранат? Про это и иншее сегодня подзе размова у промым эфиры. Глядите программу у 20.35 на телеканале «Беларусь-4». Телефон у студии 3.7.519. Первый день весны у регионе выдался пахмурным. Синоптики прогнозуют короткочасовые опадки до выходных. У ночи на большей части территории в области у день местами пройдусь дожджи. Минимальная температура поветра у ночи в складе 0,5 градусов, максимальная у день – 5,10. У пятницу чекаются дожджи и порывистый ветер. Слубки термометров покажутся до 4 тепла у ночи и до 7 в день. У выходных установится по-сопраудному весновое надворье. Дённая температура поднимется до 11 градусов тепла. ГТ, а так сама иншая новина вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфира «Спортивный агляд» с новинами спорта вас познайомить мой коллега Сергей Нияревич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова